Конец года для каждого человека в отдельности и любой организации. В целом это подведение итогов и планирование на будущий год. Представители Центра занятости населения города Рассказово и района на итоговом заседании обсудили результаты сотрудничества с работодателями в 2012 году. Последние недели очень загружены. Есть очень много вопросов, проблем, задач, которые нужно решать в этом году, чтобы они остались на следующий год. Для того, чтобы успешно решать все проблемы, связанные с трудоустройством населения, с 1999 года в Центре занятости города Рассказово организован клуб работодателей. На протяжении 13 лет проводятся заседания, формат которых всегда был разным, но неизменно касался обеспечения работы населения. Сегодня мы проводим итоговое заседание клуба работодателей, на которое мы подводим результаты работы, совместной работы за 2012 год. Они хорошие и я смело могу сказать, что служба занятости города Рассказово-Рассказово района ходит в тройку лучших центров занятости среди 25 центров по области. Но на этом успехи центра занятости не заканчиваются. В 2013 году произойдет еще одно объединение. К Рассказовскому центру занятости присоединятся город Кирсанов, Кирсановский район, Гавриловка, Умед и Бондаре. У нас получается, что в новом центре будет находиться в Центре занятости города Рассказово, будет уже вызываться Центр занятости номер 3, и соответственно все остальные муниципальные образования станут нашими отделами. Планы работы Центра занятости участникам клуба уже известны, но все же темой последнего заседания в этом году остается подведение итогов, уже проделанной работы, которая оказалась продуктивной и показала хороший результат. В текущем году фактически на кампании, в нашей кампании было принято более 100 человек. Эти люди у нас в настоящее время работают, работают хорошо. И кроме того, в связи с развитием и пуском еще одной новой линии пошивочного конвейера, нам еще дополнительно требуются рабочие силы. Поэтому мы приглашаем в следующем году тех, кто хочет работать и зарабатывать, к нам на предприятие и продолжить на работу у нас, в нашем дружном коллективе. Нам сейчас в данный момент требуется швеи, где зарплата от 20 тысяч рублей, и также требуются другие рабочие, которые работают на конвейерной линии, на операциях именно на машинах. И что меня радует, помимо того, что сегодня наши бренды Раскадовские стали уже известны не только на земле Толбовской, но и в других областях, мы сегодня активно ведем переговоры с Москвой о том, чтобы сохранить так много места в тех ухранениях. Наверное, в руках одного дня, чтобы люди, торгующие нашим дикотажем, шерстенными делами, не потеряли свои рабочие места, и, соответственно, наши производители в раскладести смогли наращивать объем троидористов. Помимо основных направлений, по которым служба занятости работала со дня основания, с января 2012 года введены еще два новых – организация «Подготовка и переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящая в трудовых отношениях». Второе направление – это организация предпринимательской деятельности с выдачей субсидий на открытие собственного дела. Раньше эти направления определялись по программе дополнительных мероприятий, то есть финансирование осуществлялось из федерального бюджета, а после внесенных изменений – из областного. Екатерина Студенова, Сергей Томахин, Новости ТВ Рассказыва.